как пережить насилие ну я бы так этот вопрос еще уточнил как пережить сильную обиду потому что насилие это всегда сильная обида насилие над человеческой личностью над его волей над его душевным состоянием над его ценностями над существованием его даже физически в том числе как пережить видите есть вещи которые мы не выбираем которые вот случаются с нами и мы можем поступить двояко мы можем с одной стороны уйти в уныние в осуждение упиваться обидой ненавидеть человека проклинать его так далее и закончить душевным расстройством да и грехом по сути говоря от этого нет никакой пользы никому ничему кроме греха здесь ничего нет но если чек подвигается какому-то насилию домашнему или еще где-то как-то то все же конечно лучше избежать чтобы насилие не повторялось здесь уже отдельная тема речь идет о том как пережить можно переживать это с богом можно переживать это и без бога когда мы переживаем с богом то мы начинаем человека который от которой относили произошло читаю с него молиться конечно молиться не хочется потому что обида мучает обида не дает молиться но когда мы не хотим обижаться хотим преодолеть хотим все же справиться с этим чувством недобром мы все равно через силу или или как-то но все же просим бога чтобы господь простил этого человека которым причем зло чтобы господь его вразумел чтобы господь его помиловал будем помнить что подобно как солнце светит на праведных и злых как сначала написание так и господь всех хочет спасти всех принимает всех любит по-своему праведника любит за то что он праведник за верность грешника господь тоже любит любит как неразумного как заблуждающегося а если господь любит всех и принимает всех то кто мы такие чтобы кого-то не принимает кого-то отвергать значит именно с такими мыслями с таким настроем все же надо преодолевая обиду очки молиться и когда молитва станет постоянно если мы будем хотя бы кратко но как-то молиться об этом человеке который нам сильно досадил который совершил то ли иное насилие над нами на нашей личностью то постепенно у нас будет такая привычка помнить об этом человеке перед богом и между нами между ним этим человеком будет как бы господь и господь нас утешит и того вразумит нас укрепит и того преобразит нас очистит и того поставит на место и как он сам знает он накажет ли даст ему какой-то урок господь сам знает мне отмщения с воздал господь он воздает и мы воздаем поэтому если мы унываем если мы обижаемся если мы чувствуем какой-то мрак на душе то возьмем ответственность это на себя то есть мы это делаем мы же можем этого не делать мы страдаем мы можем страдать ради христа и нести свой крест ради христа и тогда страдания будут и в утешении мы обижаемся но вспомним господь говорит что прощайте причины будете к судом судите таким судом осудят и вас тоже поэтому начнем с молитвы начнем с молитвы и частая молитва за обидчика поможет нам преодолеть последствия вот этого насилия унижения которому подверглись и нас сохранит от уныния отчаяния от такого разрушения и постепенно придет нас внутреннему миру со христом и духовной радости внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео и